Два дня назад. Познай себя, будь здоров, да? Петрович, не могли бы Вы объяснить, в чём разница между желанием человека себя возгласить, о котором Вы говорите в этом видео, осознаем себя в мере мироздания, это из Вашего стихотворения, и таким понимаемым, как гордыня, так красочно описана в Библии. Ну и начнём с гордыни. Гордыня – это когда человек ставит себя и свои цели, свои потребности выше других. Вот он поставил, и всё, понимаете? Это называется гордыня. Я важнее Вас. Можно даже сказать, я там что-то сделал такое, чем я, ну, буду говорить, чем я среди Вас выделился, и, ну, одно дело, выделился, ладно, но он подчёркивает это, то есть гордыня – это самовозвеличивание себя, а других – принижание. Вот это будет гордыня, я понимаю. Так, мера мироздания, мера мироздания, осознаем в себе мера мироздания, это я осознаю, я буду только о себе говорить, это вы осознаёте себя частицей Творца. И когда вы осознаёте себе, вы, ну, буквально вот я об этом подумал, и как бы сливаетесь вот с этим всем мирозданием, с этой творческой силой, чувствуете себя совершенно иначе. То есть у вас как-то происходит очень интересная вещь, но это не значит, что толдычить об этом там всем, это я вот читаю стихотворение, и это же, это же, этим стихотворением и вот этой вот меры мироздания я хочу, да даже так, чтобы не хочу, просто говорю, что каждый человек, он частица творческой силы, что он может, что он не без помощи, то есть возвысь себя, не унижай себя в разных вот каких-то ситуациях. И здесь у нас себя возвышать. Себя возвышать, вот тут мы уже перешли и к тому, что ты себя должен возвысить, опять-таки не должен, это я вот всё говорю, что там, что человек чувствовать, опять вот слово это должен, должен чувствовать себя, человек, ну хорошо, человек должен себя чувствовать, что он непростой какой-то винтик, вот в этом вот обществе особенно, которое хочет тебя поставить, в такие неудобные положения, и сделать тебя, ну, какой-то там песчинкой, пылинкой, и ладно, песчинкой, пылинкой пусть она это там делает, но при этом она пренебрегает твоими задатками, пренебрегает твоей сущности богоподобной, пренебрегает и унижает вот это вот всё, и более того, не даёт тебе развиваться, то есть, чтобы ты осознал, что ты должен возвышаться, расти, возвышение и рост, это не означает, что ты тут всё перепахал, что-то там сделал, а наоборот, ты вокруг себя оккультурил, облагородил, что здесь стало лучше жить, и тебе, и думать другим, вот на этом участке, а не просто за счёт кого-то, кого-то, ты всё этого там достиг, и считаешь, что вот ты такой-сакой, ну, вопрос сложный, я примерно вот так вот, примерно вот так и вот рассказал, так и вот,